Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о детской безопасности и оригинальной покупке Hyundai. Правительство нашей родины всерьез решило заняться безопасностью детей в автомобиле. Не секрет, что не особо умные родители часто пренебрегают детскими креслами и бустерами. Для кого-то это якобы дорого, кто-то просто плевать хотел на безопасность. Для особо экономных одна российская контора изобрела адаптер для ремня безопасности. Треугольник на кнопках, который не позволяет верхней части ремня давить на горло и грудную клетку ребенка. Вот именно с этими устройствами и решили бороться в кабинете министров. Хотя борьба, если честно, какая-то странная. Премьер-министр подписал указ, что перевозить детей можно только в креслах и бустерах, а суррогаты объявляются вне закона. В то же время Верховный суд встает на сторону водителя, который получил штраф за использование адаптера. И это окончательно запутало ситуацию. Пока вопросы решаются, треугольник с кнопками по-прежнему популярен и его легко купить. Если его запретят, то начнется бум китайских кресел, о качестве которых ходят печальные легенды. Многие водители уже сейчас готовы вообще отказаться от удерживающих устройств, потому что они очень дорогие. Между тем, штраф за отсутствие детского кресла или бустера наверняка поднимут. Сейчас он составляет 3000 рублей. И то, если поймают. Компания Hyundai решила, что традиционных способов продаж ей уже мало. Народ к дилеру нынче приходится тащить чуть ли не на Аркане, а продажи так не вырастут. Поэтому корейцы решили, что автомобиль сам должен приходить к человеку. В одном из московских торговых центров компания открыла цифровой шоурум. Покупатель прямо с пакетами из Ашана может выбрать автомобиль. На огромном экране посмотреть на его салон, покрутить рулем и включить фары. Дальше, если его все устраивает, он может пройти тест-драйв прямо на территории торгового центра. Здесь же покупку можно оплатить. Но вот за автомобилем пока что нужно ехать к дилеру. В ближайшем будущем машины покупателям будут доставлять туда, где их оплатили. То есть прямо в шопинг-моллы. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин